Ну как можно так противоречить самому себе? Что с вами происходит? Неужели вы настолько тупые? Опять вспоминаются слова твоего министра культуры, этого Хошбаудидаева. Откуда вы появились на этой земле, кадыровцы? Откуда вы взялись, такие одаренные? Один молодой парень, житель Гудермесского района, как я понимаю, он опубликовал видео, где показал, что врачи из этой ЦРБ сказали ему купить нитки и иглы для операции. Он опубликовал это видео, по всей видимости где-то закинул там в свои социальные сети, его сразу подхватил один из популярных инстаграм-пабликов в Чеченской Республике, ЧП Грозный, по-моему, называется, и они, значит, опубликовали его. И все, я заметив это, я тогда сделал публикацию у себя в Телеграм-канале и написал, значит, что, вот я вам ее покажу, я сделал вот эту публикацию и написал, что теперь этого парня, скорее всего, заставят снять опровержение, что он все не так понял, что из личной обиды снял данное видео, что бес попутал и в этом роде. Но проблему этим не решишь, Кадыров, пора уже привести в порядок сферу здравоохранения. Именно так и поступили. И через день, на следующий день, через сутки после того, как этот парень сделал данную публикацию, кадыровцы нам показали репортаж на ЧГТРК «Грязный» с извинениями этого парня. Как нагло они заявляют, когда, говорит, съемочная группа ЧГТРК «Грозный» занялась поиском правды, он почему-то заговорил по-другому. Это, представляете, это просто верх наглости. Они даже не скрывают, да, вот этого своего, своей вот этой преступности. Мы, говорит, пришли и заставили его говорить по-другому. И, ну, для начала давайте посмотрим хотя бы на то, что он показывал во время своего видео. Он показывал бумажку, которую ему дали врачи. Вот он показывает, где написано «Викрил» с иголкой и размер этой иглы 0,1,2. То есть нам, как бы, этот парень, он, теперь его уже заставляют говорить, что он якобы неправильно понял, поэтому он сделал это видео, на самом деле ему, как бы, не говорили ничего о покупать. Но, откуда у него появился тогда вот этот листок с бумажкой, где написано «Викрил» с иголкой? «Викрил» с иголкой? А кто вообще из обычной жизни, кроме врачей, знает, что такое «Викрил» с иголкой? Кто не сталкивался с этим? Я, например, понятия не имел, что такое «Викрил» с иголкой. Я вообще не знаю, какие бывают размеры там у этих игол, какие там бывают нити. Он этого тем более не знает. И, ну, кому угодно понимает, что он сам это не написал, что не является это его, не он автор этой бумажки. Ему действительно сказали пойти и купить эту нитку с иглой. А теперь просто этого парня заставили опровергнуть эту информацию нагло вот так вот. Зная даже, что я до этого написал, что они, возможно, попытаются это сделать, все равно, да, мы, говорит, это сделаем. Пошли нагло заставили его записать это опровержение. И, по моей информации, этого парня сначала похитили, после этого привезли, дали сняться вот в этом репортаже, и после этого его опять забрали, похитили. И в данный момент, по моей информации, он находится у них в руках. Путем запугивания людей они пытаются решить проблему со здравоохранением. Кадыров, я тебе вот здесь вот внизу, в своей публикации, как раз об этом писал, что пора уже привести в порядок сферу здравоохранения, а не создавать себе иллюзорный мир, в котором все хорошо. Но ты вместо того, чтобы на этом, на этой ситуации сделать себе какие-то дивиденды политические, ты мог это сделать. Вместо того, чтобы заставлять этого парня записывать опровержение, вместо того, чтобы давить на этого человека, запугивать его и остальных людей, показывать вот этот пример, ты вместо этого мог бы наоборот провести там реальное расследование, разнести в пух и прах вот эту больницу, сказать, что, мол, нет, в целом, здравоохранение в республике у нас хорошее. Это просто вот неудачный пример с этой больницей. Да, конечно, мы бы с тобой в этом тоже поспорили, но ты хотя бы какую-то, какой-то респект получил бы от людей. Если бы ты реально в этом провел бы какую-то, хотя бы имитацию сделал бы расследование, снял бы из должности там этого главврача, или наказал бы его там какие-то меры воздействия на него, взыскание дисциплинарного и так далее. Если бы ты что-то такое сделал бы, а этого парня наоборот поблагодарил бы за то, что он выявил вот эту вот недоработку, вот эту преступную схему коррумпированности в этой больнице, ты бы получил бы какую-то долю респекта от людей. Но ты настолько, либо ты, хотя тут не либо, ты в принципе и здесь и то, и то. Ты и не совсем грамотный, мягко говоря, академик, и наглый, наглый преступник. Поэтому ты в наглую делаешь для себя, вот создаешь вот этот иллюзорный мир, в котором у тебя якобы все хорошо. Сфера здравоохранения работает нормально, а люди, которые жалуются, это они сами что-то недопонимают, это они плохие. А у тебя все хорошо. Но и здесь, и здесь ты противоречишь сам себе. Буквально позавчера ты собираешь совещание с членами своего правительства, и на этом совещании ты говоришь вот это. Ты сам позавчера на совещании ты говоришь, от того, что мы будем красиво разговаривать с людьми, от того, что мы будем им показывать красивую картинку. От этого мы людей, ты говоришь, не обманем. Но на следующий день ты заставляешь этого парня записывать вот это вот лживое видео, что якобы он ошибся, что никто его не просил ничего покупать, что все в этой больнице хорошо. Но как можно так противоречить самому себе? Что с вами происходит? Неужели вы настолько тупые? Опять вспоминаются слова твоего министра культуры, этого Хошбаудидаева. Откуда вы появились на этой земле, кадыровцы? Откуда вы взялись? Такие одаренные. Ну как так? Ну как? Ты же сам вроде бы это понимаешь. Ты же сам вроде бы это говоришь. И вот я смотрю это твое совещание позавчерашнее и думаю, ну, наверное, наконец-таки он понял. Наконец-таки он понял, что это не работает. Что людей так не обманешь. Что все, пора отказаться от подобной практики. Пора больше не заставлять людей записывать вот эти вот лживые, фейковые опровержения. Все равно людей мы этим не обманем. Вот я уже думаю, все вроде бы, ты понял. Но нет. Опять 25. Буквально через сутки ты заставляешь парня на канале своем ЧГТРК грязной делать себе опровержение. Ты его именно заставляешь. И при этом, кадыров, ты знаешь, что все люди, кто посмотрит этот репортаж, они знают, что ты лжешь. Они знают, что этот репортаж лживый. Они знают, что первое видео было правдивое. Что действительно ему сказали купить эти иглы, эти нитки. Что действительно в этих больницах вплоть до простыни и наволочки все заставляют покупать. Ничего там не предоставляют. Все люди это знают. И ты это знаешь, что они знают. Но все равно ты из раза в раз заставляешь этих людей делать вот подобные видеоролики. Что это? Почему ты это делаешь? Я не знаю. Я уже не знаю, как это все объяснить. Я задумываюсь над этим. Каждый раз мне кажется, что ну все, вот сейчас вы перешли на какой-то новый уровень. Что-то вы осознали, что вот что-то начинает работать. Но нет. Опять мы сталкиваемся с этими же противоречиями, с этими же преступлениями. Вы просто неисправимо тупые. Вы неисправимо преступные, лживые, лицемерные, мерзкие отморозки. Это все, что я могу про вас сказать. Субтитры создавал DimaTorzok